Если у тебя в постели крошки, значит ночью был пакет картошек. Канавистику полубокс, нормально, погнали. Создать под себя новый рынок, которого нет. Приходите к нам на фабрику, мы сделаем вам сухарики. Бизнес в России это такая штука, где ты как-то должен между всеми этими опасностями вот так лавировать бесконечно, как в каком-то игре. Приходится рассчитывать самому на себя. Взятки, 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 смерть. Никаких взяток мы никогда в жизни не давали и не собираемся этого делать. Что общего между картофельными чипсами, яхтингом и модной стрижкой? На самом деле гораздо больше, чем может показаться с первого взгляда. Мы уже снимали серию про ребят, которые живут за границей или собираются туда уехать. Но эта серия про тех, кто занимается бизнесом в России. Мы поговорили с молодыми ребятами, которые делают три разных проекта про их работу и про сообщество как идеальную бизнес-модель. Алина, Арсений, привет. Привет. Давно не виделись. Ужас. Это правда, кстати. Очень. Где ты пропадал? Блин, в других фарикмахерских. Как вы изначально придумали эту концепцию? И в целом мьют сейчас это больше про прихмахерскую или сеть прихмахерских, либо это больше про комьюнити? Нам захотелось в эту эру барбершопов и салонов для девчонок создать место классное для всех. Куда будут приходить наши друзья, где будет играть классная музыка, где будет кайфово работать нашим сотрудникам. И, в общем, изначально, наверное, мы это место, конечно, делали для себя и, собственно, продолжаем делать для себя. Для нас это не какой-то гигантский бизнес-проект, который мы планируем развивать и покорять весь мир. Для нас это скорее какой-то кайфовый лайфстайл, дело, которым мы занимаемся, в первую очередь стараясь получать от этого удовольствие и жить счастливо. Мы сами там работали достаточно долго, Арсений ее стрик. Я стояла на рецепшене как администратор и встречала гостей. Во-первых, это нам помогало сэкономить немножечко денежек вначале, а во-вторых, это помогло вообще создать всю эту атмосферу внутри, выставить рабочие процессы. И это просто было классно, мы кайфовали от этого. Сколько было вот в начале людей помимо вас и сколько вот уже сейчас? Сейчас около 90 человек. И сколько всего уже парикмахерских? Три. Мы запускаем новый бренд Freckles. Мы решили запустить новую концепцию. Это будет парикмахерская для молодых ребят. Соответственно, мы делаем ниже цену, чтобы студенты могли себе позволить прийти к нам. И для них это не было бы накладно. Плюс мы будем говорить о любви к себе и к своей внешности. Мы хотим уйти от того, что бьюти-индустрия пытается тебя вогнать в какие-то стандарты, говорит, как тебе нужно выглядеть, какое у тебя должно быть тело, какое у тебя должно быть лицо. Мы хотим вот каждому человеку сказать, блин, у тебя классное лицо, люби его и живи с ним. И в этом всем ты как бы красивый. И об этом мы будем транслировать кучу всяких месседжей в социальных сетях. Это будут транслировать наши сотрудники. И я надеюсь, что это будет какой-то новый глоток свежего воздуха для всех. И мы немножко поменяем всю эту индустрию. Расскажи, пожалуйста, что такое «Сила ветра»? «Сила ветра»? Ну, сейчас самое большое такое сообщество, самая большая компания, которая в России делает яхтинг. Во всех каких-то его проявлениях, которые можно только представить. За 2020-й, наверное, к нам сходило примерно 12 тысяч человек. Это за все-все-все услуги? Да. Тренировки в городах. У нас сейчас есть две базы в Москве. Одна в Питере, одна в Нижнем и одна в Сочи. И вот мы сейчас открыли в межсезонье в Геленджике базу. Есть выездные регаты, школа капитанов. Есть какие-то продукты, которые где-то между. Плюс есть еще заграничные туры. Да, это я так образно и называю регатами. Там есть и регаты, где много яхт вместе путешествуют. Есть какие-то круизы, гонки. Есть такие чуть более сложные экспедиции. Есть в России и за рубежом. Мы когда поняли, что придется не просто позвать людей, которые хотят на яхтинг. Это же таких людей. Нет, наверное. Придется просто всем людям сказать, что яхтинг – это как-то интересно и классно. И в этом смысле создать под себя новый рынок, которого нет. Конечно, яхтинг – это очень круто, но не все едут туда для того, чтобы заняться, научиться яхтингу или из-за любви к яхтингу. А чтобы побывать в такой классной тусе, познакомиться с приятными людьми, и они готовы платить за это деньги. Вы ожидали такой эффект? Слушай, ну тут хочется разобрать, наверное, две части твой вопрос. Во-первых, мы все-таки всегда сразу же говорили, что идея не в том, чтобы научиться яхтингу. То есть яхтинг можно как-то применять совсем по-разному. Например, мне вот захотелось стать капитаном просто потому, что это суперинтересно лично для меня. А кому-то не хочется быть капитаном, и он просто кайфует, потому что приезжает там. Не то, чтобы он кайфует от каких-то бесконечных, не знаю, веревок или чего-то еще там, или от какой-то обращения с ветром. Просто путешествует, как если бы мы путешествовали на машине, а у него есть время попялиться на дельфинов, искупаться, кайфануть от кучи разных вещей. И почитать книжку на носу лодки, пока она движется под парусами. Супер, все это классно, интересно. И это часть нашей риторики. То есть мы не говорим о том, что яхтингу нужно обязательно учиться. Можно просто в этом как-то участвовать по-разному. На разных причем уровнях и на разных, в разных ролях. Это раз. Во-вторых, да, мы постоянно пытаемся сделать вот это вот ощущение такого детского лагеря, наверное, с ним проще всего сравнивать. Откуда ты уезжаешь и жалеешь, что не успел со всеми познакомиться, что это какая-то тусовка. Тут много про это, о чем можно рассказать. И мы как-то про это теоретизируем. И да, честно говоря, не всегда это какой-то запланированный эффект, который мы вот прямо ожидали, что вот так будет. Сделали какие-то правильные вещи, там нажали на какие-то кнопки специальные, и вот оно так случилось. Видимо, у яхтинга, как ни крути, есть какие-то свои правила игры, которые он так немножко метафизически вкладывает в головы всем. Там есть какой-то капитан, который, даже если твой дружбан, то ты вроде должен его слушаться, потому что он там за безопасность отвечает, вы должны куда-то ехать, и он вроде за это отвечает, он стоит рулит, а ты можешь там, не знаю, есть в это, ну, не знаю, опероль себе смешать в это время. И вроде какая-то из этого есть механика, есть какая-то толпа других людей, есть вот это ощущение, что вы через море переехали, и у вас очередная стоянка вместе в новом каком-то месте, и вы встречаетесь после какой-то вот этой экспедиции. Есть такой ежедневный небольшой роуд-муви, после которого ты как бы счастливый и уставший возвращаешься домой. Да, но оно каждый день происходит, и в этом тоже есть какая-то механика. Очень много такого там еще происходит, что нельзя потом передать людям вот так, ну, легко рассказать о том, что в этом пережили. Потому что, ну, так если совсем рассказывать, ну, вот мы, значит, сели на яхту, поехали, там было море, еще дельфины, и парус поднимали. Вроде ничего такого, как бы, что можно просто рассказать, нету. При этом в этом есть какая-то такая метафизика заложена, которая превращает людей, которые вместе на лодке были, в такую немножко семью. Из-за этого вам и рассказать другим сложно про это, потому что ничего такого вроде бы, хотя эмоций огромное количество. И вы остаетесь людьми, которые вместе вот что-то пережили, вы только друг с другом можете потом это обсудить. Потому что это какой-то опыт, который можете разделить только вместе. И, наверное, это превращает людей в сообщество сразу же. Как бы мы даже не прикладываем к этому каких-то усилий, чтобы там, ребята, обменяйтесь телефонами, или что вы там делаете люди для того, чтобы сообщество сделать. Оно само просто превращается сразу же в сообщество. Эти люди хотят вместе встречаться, вместе хотят что-то обсуждать, вместе хотят снова поехать. Причем обязательно с теми, с кеми были раньше, а не с какими-то новыми, потому что всем кажется, что это же я с такими уникальными людьми вместе оказался. Хотя каждый раз, находя новых людей, это тоже огромный какой-то вклад классный. Если у тебя в постели крошки, значит ночью был пакет картошки. Что такое пакет картошки? Это чипсы. Картофельные чипсы. Нас называют самым модным брендом чипсов, потому что мы грамотно выстроили свой пиар в самом начале пути. Это полтора года назад. И про нас первые два месяца писали почти все СМИ. От афиши до Forbes. Покупая пакет картошки, ты вступаешь в некое наше сообщество, потому что мы, наверное, очень много внимания уделили дизайну. И современным модным веянием в плане маркетинга, да, это отображено в нашем названии пакет картошки. То есть это метадизайн, метанейминг, что-то современное. И это людей, конечно, привлекло. Привлекло их внимание. Привлекло их внимание. В соцсетях вас отмечает преимущество девушки. Это правда? Да-да-да. У нас аудитория 70 на 30 разделила. 70 это девушки. В основном молодые. От 25 до 35 лет. Вот это наше ядро нашей целевой аудитории. За сколько лет вам удалось выйти на вот этот вот оборот, про который пишут 88 миллионов рублей в год? Ну, смотри, мы сейчас существуем уже 6 лет. Ну, вот примерно эти 6 лет нам понадобились, чтобы к этому прийти. Но я не скажу, что у нас была какая-то глобальная цель, что мы должны масштабироваться и идти к каким-то цифрам. Это скорее был такой органический процесс. Мы понимали, что у нас вот есть перикмахерская, и она уже заполнена. И мы теряем людей просто потому, что как бы люди звонят, и они не могут записаться, потому что у нас нет мест. И мы такие, ну, надо открывать еще одну. И примерно так потихоньку мы как-то росли, развивались, старались при этом не терять качество. Плюс сотрудники это не роботы, у них у каждого бывает тоже какое-то выгорание, потеря интереса. И тебе нужно очень вкладываться вообще в людей, чтобы люди, которые у тебя работают, были счастливы, сразу приходили на свою работу. Как бы, блин, банально это не звучало. Но именно тогда они будут выкладываться и выдавать вот эту энергию человеку, который пришел. Потому что, безусловно, ты приходишь, и ты хочешь, блин, сесть к парикмахеру, который тебе улыбнется, который искренне выпадает у тебя, что ты вообще хочешь получить, услышит это, реализует это, и ты уйдешь довольный. И как бы, а не так, что ты пришел, что-то непонятное тебе сделали, всегда должна быть вот эта какая-то эмоциональная связь, заряд. И в это надо вкладываться. А вот если вот у вас кто-то, кому-то звоните, и он говорит, ну, это какой-то был полный трэш вообще, что это за... Я вообще никак больше не приду и буду всем говорить, чтобы вообще уходили. Вы что делаете дальше? Ну, такое бывает на самом деле. И я хочу сказать, что вообще в парикмахерских какое-то некое количество негативных отзывов, это нормально. Они будут всегда. Нужно просто стремиться к тому, чтобы все их выявлять, и чтобы их было как можно меньше. Вот. И основная причина это, конечно, дискоммуникация. Потому что технически, как правило, все мастера стригут достаточно неплохо. Ну, то есть они умеют сделать корешечку, они умеют сделать там какой-то полубокс. С этим нет проблем. Чем тебе не нравится корешечка? Корешечка. Ну, звучит не очень. Не очень звучит почему. Мне нравится корешечка. Джон, ты орудуешь термин, у которых ты не зеленас, правильно? С корешечкой. Корешечкой и полубокс. Да, у нас, да, мы старались умеют трить корешечку, полубокс, и нормально, погнали. Да, расскажите про название. То есть изначально название было нуар. Да. И теперь это мьют. Что произошло? Мы должны были зарегистрировать товарный знак. Мы этого не сделали. Мы готовились открывать наш второй филиал. Вот, как нам начали скидывать фоточки. Ребята, это что, вы там открылись? Это открылся маникюрный салон. Название нуар, только фье на конце. И как назло, это было, это случилось в 300 метрах от снятого нами помещения для второго филиала. Ну не 300, там метров 500 из серии. Название мы потеряли. Ребята смогли его зарегистрировать, и, соответственно, чтобы у нас не возникало никакого юридического конфликта, нам пришлось свое название сменить. И это был крутой момент, кстати, потому что мы очень переживали, что как же так, как люди вас примут. Но мы честно рассказали всю эту историю, как она была, как все это произошло, почему мы меняем название. И мы получили огромную поддержку вообще от наших клиентов, которые говорили, что не важно, как вы называетесь. Главное то, что вы делаете, и вы сами, ваши мастера, и мы в любом случае будем к вам ходить. И это название круче, забейте и не переживайте. Какой ДНК силы ветра? Ну ДНК сейчас, наверное, очень сложное такое у силы ветра. Мы просто, наверное, ДНК основное в том, что мы пытаемся быть такой культурной какой-то институцией, чтобы мы не были просто такой вот фитнес-клуб с яхтами вместо тренажеров. Потому что яхтинг, он же совсем разный. Можно поехать с тобой, например, на фестиваль Примавера, доехать, остановиться около Барселоны, ходить с лодки, жить на яхте и смотреть, как выступает в Катвикс, например. А можем поехать из той же Майорки пересекать океан. И это все яхтинг, как ты эту лодку будешь применять. Это какая-то твоя задача и твой интерес. Это просто такой классная призма, через которую можно на мир смотреть с воды. И он совсем другим оказывается, который так просто не увидишь. Вот, и мы вот именно вот это, наверное, хотели объяснить людям. И все еще это делаем. Мы стараемся быть такой площадкой, на которой люди не просто там учатся и ходят на яхтах тренироваться или там путешествовать. Мы там показываем кино, мы даже сами его переводим, снимаем какие-то про это видео, фото, пишем кучу статей, выпускаем печатный журнал, ведем в интернете журнал, ведем кучу соцсетей. И это наш такой доступ к тому, чтобы постоянно быть таким рупором, который пытается этим всем людей увлечь. Арендовать лодку и владеть лодкой – это разные какие-то совершенно подходы. И, ну, чтобы арендовать лодку, не надо сильно много денег иметь. На что это похоже будет? Это примерно как арендовать, ну, просто номер в отеле и тачку. Вот такая же будет цена примерно. Если там в среднем в Европе арендовать лодку в сезон стоит, ну, там, примерно две с половиной тысячи евро. Если то помещается примерно в восемь человек, ну, вот у вас получится что-то типа 400 евро ценника. С одного человека в сутки? Нет, это за неделю. А, за неделю? Да. Ну, я имею в виду 400-500 евро, у вас получится вместе с едой, с какой-нибудь там, со стоянками. Примерно 500-600 евро – это нормально какая-то цена регаты. Ну, да, плюс перелет и получается вот цена. Цена недельного отпуска такого на яхт. А где уже были? Ну, были бы мы очень много, где? Ну, самое такое экстравагантное. Ну, ладно, самое красивое. Самое красивое. Правда, очень тяжело сравнивать красивые места, они все очень разные, просто там, ну, условно, Белое море, какой-нибудь безумно красивая штуковина. Там мы путешествуем на таких немножко дурацких яхтах, советских каких-то. Но там яхта – это возможность оказаться в таких местах, в которые, чтобы попасть, ты должен быть, ну, таким бергрилзом и походником сумасшедшим, что вот тут не доберешься. А так ты прибываешь на какой-нибудь необитаемый остров, кидаешь там якорь, где-то слышно, как медведь там сосны ломает. И ты там Орлов смотришь или Белух, который плавает, это безумно круто. Там красиво, не знаю, какие-нибудь Фарерские острова безумно красиво, Лафотенские острова, Шотландия безумно красивая, вся Европа очень красивая. Она совсем по-другому красивая, там ты приходишь в какой-нибудь маленький итальянский остров, швартуешься, у тебя после швартовки, вот ты с лодки сошел, ровно вот здесь проезжают мопеды, и тут сидят деды со своим эспрессо, на тебя пялятся, и там совсем другая какая-то жизнь, как будто, ну, там, нормально совершенно. Пришел на ехте чувак, ничего, удивительно, скучный вторник какой-то. Картошка, ну, положала руку на сердце, это достаточно скучный овощ. Как из картошки, из такого обычного продукта сделать модную штуку? Ну, мы продаем не картошку, мы продаем чипсы. А чипсы это что-то жареное и хрустящее, что любят все, и взрослые, и дети. Да, мы продаем картошку в пакете. Да. Мы продаем настроение. Да, чипсы это что-то странное, но когда ты пропускаешь это через себя, через свое мировоззрение, через... Зря ты сейчас как-то... Да вы по-другому дожелаете вас, слушай, да, очень. Я хотел, я хотел другой сказать. Про анальный вау-фактор сейчас скажу. Когда ты пропускаешь картошку через себя, это уже немножко другое. Мне кажется, важно сказать, что все-таки это картофельные чипсы. Это очень популярный и очень такой исторически сложившийся снэк. И очень, в принципе, понятный и простой. Вот если бы мы делали, например, пакет кальмаров, получилось бы то же самое? Я сомневаюсь, если честно. То есть нам удалось выбрать какой-то продукт, который одновременно можно переосмыслить, перезапустить. И который будет достаточно масштабным и массовым, чтобы можно было как бы крупно торговать. Какой у вас сейчас оборот? За вот этот минувший год мы сделали 150 миллионов оборот. То есть за полтора года в итоге такой рост? Ну, за первые полгода, конечно, там был рост такой достаточно медленный. Мы начинали с каких-то минимальных сумм. Вот сейчас мы в среднем продаем на 15-10-15 миллионов в месяц. Мы, кстати, начинали с баров. Потому что бары – это некая наша рекламная витрина. Не то, чтобы на барах мы зарабатываем, но мы выбрали самые приятные для нас и для наших друзей места. И, грубо говоря, мелькаем перед глазами постоянно. Ну, раз в неделю уж точно. Что нам это дало? Бесплатную рекламу. Раз. Раз и два. Сам факт, что мы продаем продукт питания, а не напиток в баре – это что-то новое для любого гражданина. Ну, да. Самая первая была, наверное, Хорика. Один из самых наших первых партнеров – это был бар-энтузиаст. Вот. С него все как бы начиналось, по сути. Потом появились уже потихоньку какие-то более крупные игроки. У нас на тот момент у нашей компании уже был контракт со «Вкусвиллом». И «Вкусвилл» поставил нас на полку. Это, конечно, был очень большой прорыв, потому что «Вкусвилл» на сегодняшний день, на тот момент до пандемии, это было порядка тысячи магазинов. Вот. И мы сначала тестово попродавались в части магазинов. Но так как мы побили все их рекорды по продаже на бокалейной полке, они поставили нас на всю сеть, сохранили нашу торговую марку. И это, конечно, нам очень сильно помогло. Я хочу сказать им большое спасибо от лица нашей компании. Вот. После этого появилась онлайн-коммерция. Нам, опять же, удалось еще до пандемии начать работать с самокатом Яндекс.Лавкой. Вот что нас, конечно, выручило во время пандемии, потому что вся хорика перестала работать, ритейл стала работать гораздо хуже. И вот сейчас мы начинаем уже заключать контракты с остальным ритейлом. Уже мы сделали контракт с «Глобусом Биллой твоим домом». И сейчас зреют уже гораздо большие проекты, такие как «Пятерочка», «Магнит» и так далее. Ну, вернее, «Пятерочка» и «Магнит» и так далее. Никакого нет, потому что есть «Пятерочка», «Магнит» и «Дикси», и «Красное-белое». Это, наверное, самые крупные куски, если можно так выразиться, отечественного ритейла. Вот это самые главные места, куда мы хотим попасть, и где мы будем продаваться, я надеюсь, уже в скором времени. Какой у вас в целом оборот годовой? Ну, чтобы понимать объемы. Ну, сейчас у нас оборот примерно больше 100 миллионов в год. Рублей? Да, рублей. А прибыль? Прибыль, она варьируется где-то от продукта к продукту, варьируется от 30 до 8-10%. Ну, в среднем, можно сказать, что 20-30% из этого прибыли можно считать. Ну, то есть где-то 20 миллионов в год получается? Да, но мы это все постоянно вкладываем сразу же в развитие следующее, потому что вот в отличие от лоды, которые мы просто арендуем, и счастливы ими не владеть по всему миру, потому что за ними нужно ухаживать как за собакой, даже хуже. А для того, чтобы открывать базы в России, нам приходится лодки строить, покупать. Мы строим в Нижнем Новгороде свой собственный, как-то разработанный наш класс яхт, и в это вкладываем основные деньги, которые зарабатываем для того, чтобы открывать новые и новые филиалы, вовлекать это больше, во все это больше людей. Чем сообщество быстрее растет, тем ему от этого на самом деле интереснее и комфортнее, просто потому что ты постоянно приезжаешь на разные новые места, где есть сила ветра, там из Сочи в Нижний Новгород, в Москву, в Петербург, куда угодно еще, и встречаешься с новыми людьми, гоняешься в новых каких-то местах. Все безумно нравится людям, которые этим увлеклись, потому что это как бы тот же самый опыт, который уже получилось пережить как-то, но постоянно как будто новое. Как ваш бизнес пережил карантин? Бизнес пережил карантин нормально, как видишь, пережил, мы все еще работаем, но мы просто вбухали туда свои личные деньги на какие-то расходы, которые у нас были. Ну, я считаю, что государство могло бы и получше поддерживать так. Но мы, честно, не воспользовались, ну, до нас не дошли никакие там выплаты, привилегии или еще что-то. И я считаю, это ненормально, учитывая, как это делается в Европе, да и в тех Штатах, ну, там малый бизнес чувствует какую-то поддержку, здесь приходится рассчитывать самому на себя. Да, мы выжили, но классно. Очень много кто закрылся, очень много парикмахерских ресторанов закрылся. Я не хочу как бы какой-то негатив нагнетать и гнать на государство, я в целом против этого. Но если говорить про поддержку и меры правительства, то я считаю, что они могли бы быть более ощутимы, чем они сейчас есть. Ковид, как вы через это пережили? Да, мы сами пока не понимаем до конца, как пережили. Довольно получилось, неожиданно, хорошо. Но отчасти, конечно, это какая-то наша политика. А как? Закрыто же все было? Ну, мы основной путь, по которому мы прошли, это диверсификация нашего бизнеса. Мы просто поняли, что сейчас невозможны будут все поездки, которые мы забронировали. У нас там зависло огромное количество денег, то есть больше сотни тысяч евро зависло просто в арендах лодок по всему миру, которые мы забронировали и готовы были делать эти поездки. Очень много чего мы перенесли в Россию, что заранее до этого планировали делать, но ускорились. Открыли онлайн-школу капитанов, в которой стала учиться не только Москва небольшими группками, а прям вся Россия. И сделали огромный фокус на наши базы и тренировки в городе. Никто не смог никуда поехать, для людей это была классная возможность ходить куда-то к воде, на природу, тренироваться, обмениваться эмоциями с другими людьми. И это, конечно, не путешествие, но тем не менее какая-то своя другая классная штука. И в итоге получилось, вместо того, чтобы упасть, получилось в этом году даже как-то вырасти. И это, конечно, все еще немножко кажется интересно, как это вышло. Ну да, потому что я видел фотографии огромных океанских лайнеров, которые сейчас, их начинают постепенно разбирать уже. Да, это много где сейчас стоят. Кризис, да, всей этой индустрии, это же огромные деньги. Но то, что у вас заморозилось куда-то, это как бы ждет своего часа? Да, это просто откладывается. Ну сейчас ты отложилась на 21 год, посмотрим, что с ним будет. Мои зафиксировали спад где-то процентов на 20 только. Как раз оффлайновая торговля перекрылась онлайновой торговлей. И хорошо, что это произошло. Мы не выросли так, как мы могли бы вырасти в этот сезон, как раз в это лето из-за пандемии. Но в целом какого-то критического состояния у нас не случилось из-за этого. Ну давай так, все равно это было критическое состояние, потому что мы планировали рост в два раза. А у нас понизилось на 20%. Мы не выросли настолько, насколько хотели, но у нас продажи не сильно упали от текущих. А для нас был очень пиковый момент, потому что компания была на тот момент месяцев 8. Мы еще на пике своей популярности, потому что на слуху. И вот в этот момент мы хотели вкидывать все самые свои главные активы, а это фестивали в 2021 году, которые не прошли. И соответственно у нас были договоренности почти со всеми фестивалями. Интеграция рекламная, либо просто участие, либо раздача нашего товара, либо поддержка каких-то артистов. И в итоге весь этот наш глобальный гигантский план схлопнулся, и мы не успели переобуться на ходу. Поэтому да, в плане маркетинга сейчас у нас такая вторая волна, когда как раз переходим на видеоконтент и снимаем видео много. Есть два мнения по поводу ведения бизнеса в России. Одни говорят, что это практически невозможно, очень сложно. Другие наоборот считают, что в России море перспектив. Ну, вы к кому относитесь? Мы скорее, ну, я лично считаю скорее, что Россия море перспектив на сегодняшний день. По крайней мере по нашему продукту, по пищевому рынку еще огромное количество возможностей. И рынок еще не достиг даже плато. Вот он очень активно растет, и у нас как раз здорово то, что мы начали развиваться в это время. Ну, например, с кафе. Да, только в 2012 году в Москве появились веранды в таком общедоступном смысле, что любой человек может сесть на веранду и поесть на улице. Да, это началось с парка Горького. И все, сразу же как зараза по всему городу. В 2012 году только 15% было занято первых линий общепитом, а сейчас выросло до, там, 55%. Еще есть огромное количество куда расти. То же самое и в нашем сегменте. Вы начинали стартап, имея уже какую-то... Фабрику. Имея фабрику, да, семейную, которая, ну, это, безусловно, это серьезная помощь. Огромная. В начале бизнеса, да. А что вот делать людям, у которых нету семейной фабрики, и, соответственно, они решили выпускать сухарики? Приходите к нам на фабрику, мы сделаем вам сухарики. На самом деле, в основном, на текущий момент стартапы в FMCG, они так и запускаются. То есть, достаточно найти производство какое-то дружественное или просто, в принципе, производство, с которым вы на выгодных условиях договоритесь о том, что вы у них будете размещать заказы и у них будете создавать свой продукт. Вот. Тем самым вы можете что сделать? Вы можете получить первые образцы, заключить первые контракты и проверить ваши гипотезы о том, насколько ваш товар будет продаваться или не будет. Уже, если у вас будут какие-то контракты, какой-то оборот, и вы будете понимать, что этот товар кому-то, в принципе, нужен, то уже в этот момент стоит задуматься о создании собственного производства. Вот. И уже гораздо легче под это получить какие-то инвестиции, и, в принципе, вы понимаете, как что работает. Вот с нуля, если ты, допустим, спросишь меня, что сделать, чтобы запустить свои сухарики, я бы посоветовал именно вот так вот делать, а не пытаться сразу строить фабрику или строить какой-то завод. И много примеров сейчас очень успешных компаний, которые так начинают и так продолжают. То есть дальше вы можете собрать пулы с производства, в которых вы будете, если у вас будут крупные объемы, держать хорошую цену и, в принципе, на этом зарабатывать. Бизнес в России. Тяжело это? И вообще, как вообще работать в России? Я бы тебе сказал, но я не знаю, как работать в других городах. Слушай, я на самом деле не могу сказать, что мне как-то сложно делать бизнес, потому что мы в России. На самом деле мы платим довольно вменяемые налоги. Мы сейчас находимся в рамках патентной системы налогообложения, и это вообще очень христианская система налогообложения, которая позволяет начинающему бизнесмену платить небольшие деньги посильные. Да, у нас есть небольшая проблема с тем, что наш бизнес, наш, скажем так, инструмент производства – это люди, сотрудники. И на сотрудников у нас достаточно высокое налогообложение, и как бы это тяжело. И в этом плане, конечно, было бы круто, если бы законодательно это как-то подстраивалось под сферу. Потому что в этом плане налоговая нагрузка большая. Но если говорить о каких-то проверках, о каких-то бюрократических препятствиях, ничего этого нет. Все очень легко регистрируется через те же госуслуги. Ты удаленно подаешь все свои декларации. Никто тебя не кошмарит никакими проверками. А если и приходят, то как бы достаточно, на самом деле, на какой-то адекватной волне. Ну, то есть приходят люди, говорят, что ага, вот тут у вас есть такое нарушение, пожалуйста, вот исправьте его. У вас есть на это столько-то времени. Ты такой, да, спасибо. И как бы никакого негатива в этом плане я лично не наблюдаю. У меня, как и у многих, наверное, еще людей в России, особенно кто вырос в 90-е, 2000-е, есть куча разных стереотипов, связанных с открытием своего бизнеса. То есть мне до сих пор, вот я слышу, мне кажется, блин, это такие смелые люди, они не боятся, что их просто убьют или там, не знаю, завалят какими-то бесконечными вот этими инспекциями. Нужно отдавать просто кучу денег. Взятки, взятки, взятки и смерти. Вот это все. Взятки и смерти. Но я на самом деле не могу сказать за всех. Возможно, где-то это есть. Возможно, есть какие-то более криминализованные сферы, условно там, я не знаю, какой-нибудь похоронный бизнес, опять-таки. Или мусорный бизнес. Или мусорный бизнес. Ну, то есть какие-то сферы, которые схвачены. Что касается нас, мы достаточно маленькая, скромная компания и глобально никому особо не интересны. Никаких взяток мы никогда в жизни не давали и не собираемся этого делать. Последний вопрос. Бизнес в России — это приключение? Бизнес в России — это абсолютное приключение. Хочется сказать, что мы немножечко чем-то отгорожены от какого-то такого, от основных страхов, которые с русским бизнесом связаны. Что там как-то все отнимут или что-то. Потому что на самом деле, мне кажется, никто не понимает до конца, что мы делаем, кто мы такие, мы яхтами не владеем, ничем не владеем, ничего у нас нету. И что-то мы такое делаем. Мы какая-то такая сложная культурно-маркетинговая такая прослойка между людьми, которые шатаются по барам и не знают, чем себя занять. Мы их увлекаем всем яхтингом, и они окажутся в каком-то новом мире. И вот между ними и яхтами мы такая какая-то прослойка. Поэтому, наверное, мне хочется сказать, что это не так уж страшно, весь бизнес в России. Но мы, как бы, слава богу, пока не сталкивались ни с чем, что характеризует русский бизнес. А что для тебя характеризует русский бизнес? Ну, в России есть понятные минусы, есть постоянное ощущение, что здесь нет нормального суда, нету каких-то... Это не такое уж правовое государство, как нам хотелось бы его видеть. Здесь у тебя может какой-нибудь условный чувак со связями отнять все, что ты делал за пять минут. Тут все равно есть какая-то... еще и наследием 90-х это так отзывается таким эхом, из-за которого кажется, что бизнес в России это такая штука, где ты как-то должен между всеми этими опасностями вот так лавировать бесконечно, как в каком-то игре, где ты... Как в океане. Как в океане. Честно говоря, в океане все ровно наоборот. И со временем привыкаешь к тому, что яхте в океане, ей как бы нормально. Это ей у берега плохо, потому что ее может обскала там разбить, или об пирс, либо что-то еще. А в океане что с ней будет? Она для него создана. Чем больше глубина, тем кайфовее. Итак, пришло время выводов. Мы же читаем ваши отзывы, но дело в том, что мы против мировоучений, поэтому если вы что-то хотите сделать, не бойтесь, делайте это, и все получится. Пока и с Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин